МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2016-м отраслевые настроения действительно улучшаются вместе с ростом цен, но крупные нефтяные компании неохотно увеличивают инвестиции, говорят аналитики. Вместо этого они уделяют основное внимание повышению эффективности и возврату капитала, отмечается в отчете агентства. Поскольку инвестиции в добычу традиционного черного золота остаются почти на одном и том же уровне, единственным источником роста является сектор сланцевой нефти, где ожидается увеличение вложений примерно на 20%, считают эксперты. Казахстан постоянно наращивает нефтедобычу, причем часто сверх ранее запланированного прироста. В течение прошлого года наша страна корректировала прогноз с 81 до 86 миллионов тонн. К 2020 году планируется достичь показателя 87 миллионов тонн. В первую очередь увеличение произойдет за счет оместорождения Кашаган, где будут добывать 13 миллионов тонн черного золота. В Евразийском экономическом союзе утвержден регламент введения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности. Документ принят в рамках реализации договора ОЕС и Таможенного кодекса союза. Регламент даст возможность правообладателям при регистрации объектов интеллектуальной собственности в едином таможенном реестре подавать в комиссию только одно заявление. Теперь для защиты на всей таможенной территории союза предпринимателю не надо проходить пять национальных процедур регистрации в каждом реестре. Это существенно упростит процедуры защиты прав, сократит финансовые и временные издержки бизнесменов, связанные с пресечением нарушений их прав на внешней границе союза. Документ предусматривает использование современных безбумажных информационных технологий. Это облегчит взаимодействие правообладателей, комиссии и центральных таможенных органов при рассмотрении заявлений и введении единого реестра. До конца года будет завершена работа по согласованию проектов технологических документов. В результате предприниматели смогут подавать заявление о включении объектов в единый реестр в электронном виде, отметили в Евразийской экономической комиссии. Рост индекса казахстанской фондовой биржи прогнозируют аналитики. По мнению экспертов, ралли продолжится как минимум до мая. По итогам февраля индекс уже обновил 9-летний максимум. Значительный рост объемов связан с проведенным выкупом простых акций нацкомпании «Разведка добыча Казмуна и Газ». Всего было удовлетворено 185 заявок на общую сумму 26,9 миллионов долларов. Затем произошел выкуп глобальных депозитарных расписок на сумму 857,9 миллионов долларов. Эксперты выразили уверенность, что рынок акций будет расти, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Весной начинаются выплаты дивидендов. Так что до мая индекс биржи обречен на рост, заключили аналитики. В этом году в Североказахстанской области на микрокредитование дополнительно выделят 1 миллиард тенге. Такая мера предусмотрена в рамках реализации пяти социальных инициатив президента. В итоге общая сумма кредитования будет доведена до 4 миллиардов тенге. Таким образом, 800 семей смогут получить займы и открыть свое дело. В перспективе эту сумму планируется довести до 5 миллиардов тенге, что позволит охватить дополнительно еще более 1 тысячи человек. Стоит отметить, что в прошлом году в регионе было выдано 437 микрокредитов на 2 миллиарда тенге. Из них для жителей села 425 займов. В этом году на эти цели выделено свыше 2,8 миллиардов тенге. Из них 1,7 миллиарда на развитие бизнеса на селе. Объем перевозок грузов и багажа уверенно растет. В январе он составил 279,2 миллиона тонн. Это на 2,5% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время размер собранных премий в сегменте добровольного имущественного страхования грузов составил 330,8 миллионов тенге, что на 72,7% меньше, чем в прошлом году. Их доля в общем объеме премий за год сократилась с 3,7% до 1,3%. При этом увеличился показатель выплат по страхованию грузов за год на 36,4% до 12,2 миллионов тенге. В целом в январе более половины всех собранных премий пришлось на добровольное имущественное страхование. Объем составил 25,4 миллиарда тенге. Поступления по премиям в секторе зафиксированы у 19 страховых компаний. Причем 9 из них осуществили страховые выплаты.